Приветствую всех, Лев на связи из Абхазии. В этом видео прогуляемся немножко по совхозу Цитрасуна. Иду между стадионом и жилыми домами. Здесь во многих местах вокруг домов небольшие сады и огородики местных жителей. Ну а слева территория стадиона, гостиница Олимп. Кое-где вместо огородиков потом появляются небольшие домики под сдачу. Это вот я здоровенный в Калип прохожу. Тут живу. Вот еще домики тоже. Тоже здесь арендует, отдыхает сезон. Солнечный коллектор. Еще с советского периода он тут, ну он не действующий, просто сейчас, грубо говоря, только конструкция осталась. Ну там, если обратите внимание, внутри стеклопакетов радиаторы отопительные, ну как от батареи. И солнцем это все прогревалось. И насколько я понимаю, несколько домов таким образом получали горячую воду, прогретую. Так, ну а тут гостиница Олимп. Прохожу территорию Цитрус, Цитрус, гостевой дом. Такая достаточно продуманная территория у них, то есть вот слышу много детских голосов он там. Ну так скажем, по периметру домики вот такие вот располагаются. Бассейн на территории, кафешка, игровая площадка. Короче, с детьми вообще очень-очень даже подходящее место, чтобы постановиться. Ну и вот такой еще, по-моему, трехэтажный что ли корпус есть. Напротив жилые дома. Впереди там раскидистое дерево, это камфорный лавр. Видео прямо сюда, рейс в автобус, трансфер осуществляет. Есть паркинг, то есть можно кто на машине приехали, припарковались на охраняемой территории. Там камера видеонаблюдения есть. Что говоря, в порядок. Идем дальше. Эта территория, вот тоже тут заброшка, это раньше здесь детский сад был. Сейчас вот он так пока выглядит. Его вот все как-то не восстанавливалось. Ну вот поближе подошел. Смотрите, какое величественное дерево. Это камфорный лавр. Или еще коричневый его называют. Именно вот из древесины этого дерева камфорное масло изготавливается. Двигаюсь дальше. Здесь вот тоже строится какой-то, ну по-видимому, тоже гостевой дом будет. Если вот туда направо пойти, там винт-завод располагается. И если пойти налево, то выйдем к морю. По этой дороге я и планирую пройтись. Тут вот магазин продуктовый есть. Здесь огороды были раньше, но постепенно тоже то, что в дороге застраивают. Вот вижу там гостевой дом новенький. Ну он в прошлом году был, ну относительно свежий. Там у нас впереди забор появился, вижу, стена. Сейчас пойдем поближе. Тоже здесь можно останавливаться, отдыхать. Птички поют, слышите? Ну раньше тут вот это огородики были, вот еще можно даже видеть. Такие вот постройки старенькие. Вот эта стена новая. В том сезоне ее я не припомню. По-моему только-только разравнивали территорию, расчищали. Все начинается со стены, а потом там, судя по всему, появляются домики для отдыхающих. Ну это логичнее всего. Наверное, посмотрим. В перспективе, я думаю, лет за 5-10 вот эта улица, она тоже станет туристической, тут все застроить. Уже, потому что этот процесс виден. Сейчас вперед пройдем, там еще покажу. Уже отель стоит. Просили, значит, цветов побольше показывать. Вот специально для вас сейчас попытаюсь пробраться по вот этим вот залежам палок всяких. Поближе к месту, где я увидел много цветов красивых. Тут еще в болото это не свалится. О, вот они, красавцы. Кто знает, как это называется, эти желтые цветы, пишите в комментариях. И там впереди еще беленькие вот еще такие. Пройдя немного дальше, можно увидеть такое вот сооружение трехэтажное, отель, гостиница или гостевой дом. Вижу, шторки есть. Ну, в этом сезоне уже должно работать. Соответственно, тут вот размещаются стояльцы. Здесь кафе столовая, видимо. Тоже территория здесь. Растищем для чего-то. Прошел еще немного дальше. Тут вот тоже эти желтенькие цветочки. Вот покажу место. Вот тут вот, по-моему, здесь что-ли надо направо повернуть. Где бы, да. Такие тут заросли. Ну, в общем, там, если вперед пройти немножко, там очень живописный прудик. Вот туда мы сейчас с вами и направимся. И там же есть рядышком еще один прудик, где черепахи водятся. И вот в солнечную погоду они залезают на коряги всякие, на бревна. Можно их увидеть, как они там греются. Довольно крупные. Я некоторые экземпляры видел. Ну, такой хороший таз размером. Действительно крупные очень они. Вот я чаще всего с детьми гуляю. Вот сегодня такой день, что я один вышел, поэтому отправился в гебри. Тут немножко грязновато. Это мой обувь. Такую, которую не жалко. К летам подсохнет. Сейчас пока вот так вот. Значит, черепахам это направо. Здесь ворота такие. Но я могу сказать, что проблемно очень пробираться. Потому что там заросли. Ну, вот если пролезть, вот метров 20-30 вперед туда. Там будет прудик маленький. Там они живут. Я туда не хочу идти. Я просто выйду к прудику. И пойду дальше в сторону моря. Так, вот этот прудик. А вот прудик, который на черепахах я видел. Отсюда тоже его видно. Но черепахи, они там. Дальше. На тех корягах, там вот дыли, если видно. Тоже эти желтые цветы. Довольно яркие, симпатичные. Так, надо оценить их аромат. Не сказал бы, что что-то выразительное. Сказал бы даже, что как будто бы ничего не пахнет. Дови много. Вот тут все немножко пересыхает летом. Уходит туда. Рыбка тут водится. Половить можно. Не знаю что, но что-то водится. Вот кому такое уединенное, тихое место захочется посетить. Вот будете знать, где искать. Прошел ближе к морю. Здесь пансионат Парус. Проходная. И вот тут выходим к прудику. Еще одному. Здесь, на мой взгляд, из доступных. То есть, вот которые вообще доступны. Вот подходи, кто хочет. Ну, самое живописное, наверное, место. Прямо для фотосессий, для видео. Мне сюда очень нравится заходить. В этом сезоне вот я сейчас впервые сюда с вами зайду. Эвкалипты растут прямо на берегу водоема. Это доступно ее место, где подойти. Впереди вот это уже роща пицунских сосен, которая вдоль линии берега здесь высажена. За ними уже, соответственно, береговая линия. Так, ну, вот сюда она. Тут много ежевики растет. Она довольно колючая и за одежду любит очень цепляться. Поэтому какую-то такую... Так, еще у нас змея тут ползла. Это тоже тут встречается. Поэтому имейте в виду. Так. Вижу, что никто сюда не ходит. Паутина. Короче говоря, я и в том году хотел тут подстричь, но так и не добрался сюда. Секатором. Вот это место. Еще одна змея уползла. Короче, греются они тут. Еще тут еще он уползает. Третий. Да. Ну, не знаю. Если захотите, сюда прийти, приходите. Но очень двигаться лучше медленно. Чтобы змеи поползали. Послушаем звуки этого места. Так, еще что-то нырнуло. Возможно, четвертая. В общем, тут аншлаг сегодня. Вот как он такой пейзаж. Эвкалипс нависает над водой. Касается прямо вот воды. И получается такая вот картинка. Иногда сюда прилетают какие-то очень-очень крупные птицы. По типу цапель. Близко ее подпускать не подпускают, но видел я их. Вон там. Прямо по курсу змея плывет. Голова так вон тортит немножко. Видно, вряд ли он будет. Но я ее вижу. Очень живописное место. Ну, вот змеи. Нюанс. Это вот проходная тут. Она открыта на самом деле. Сейчас я там пройду. Снимать я там подробно не буду. Просто еще хочу показать вдоль всего прудика. Еще с советского времени здесь такая, ну, типа набережной. То есть тут люди гуляли в те времена. Ну, сейчас вот все заросло. Ну, подойти кое-где можно все равно. Наверняка кто-то из зрителей помнит, как это все было лет 40 назад выглядело. Есть такие, есть. Люди, прокомментируйте, пожалуйста. То есть я сейчас вижу здесь все заросло, грубо говоря. Кое-где вот сосны выросли. Вот такие вот деревца. Тут, не знаю, были они, не были или новое что-то выросло. Как вот вы это место помните? Вот те эвкалипты, у которых мы только что были. Впереди горы. Пока еще со снежными шапками. И с некой такой затуманенностью в верхней части. То есть я не очень хорошо их вижу из-за этого. Сегодня не очень ясная погода. По-моему, даже дождик немножко накрапывал. Но в целом тепло. Градусов 25 есть. Погулять, кстати, даже очень приятно. Потому что жиры нет. Солнце не перегревает. Это действующий пограничный, как бы КПП сухой называется. Морское отделение Пицунда. Вот тут проходная была. Сейчас остается тут что-то еще с тех времен. Заходили люди, отмечались. Тут пришел, ушел. Там снимать не буду. На моем канале немало видео, где я все это снимал. Тут прогулился, поэтому еще раз это делать я не буду. Ничего-то не поменялось. Куча металлолома. Вот. И здесь мы выходим к пирсу. Сюда же приезжают порыбачить местные рыбаки. Прямо на машине сюда можно заезжать. Ну, не знаю, можно, не можно. Ну, короче, заезжают люди. Вот там второй еще пирс. Туда не заезжают, потому что там перегородка есть, а тут ее нету. Поэтому, ну, собственно, сегодня никого не вижу. Вот мы с вами вышли к пляжу. Это, ну, скажем так, общий пляж Цитрусового совхоза. Есть еще дальше двигаться. Там пляж Пансионата Кудры. За ним пляж Пансионата Соснова Роща. И дальше до Бзыби там дитий пляж, так скажем. Берег он никак не перегорожен. То есть вы двигаетесь с общего пляжа, спокойно идете по пляжам Пансионатов. То есть никто никак вас не ограничивает. Плоть до реки Бзыб спокойно можно двигаться. И осмотреть, так сказать, всю прибрежную линию. Ну, море относительно спокойное. Вода голубая. Ну, а в той стороне само уже село Алахадзе. Ну, как я говорю периодически, просто не все понимают, что вот Цитрусовый совхоз – это район села Алахадзе. То есть административно это именно село Алахадзе. Ну, просто это как бы его окраина такая. А само село, вот там оно находится. Улица Шаумяна. Наиболее известная. Там больше всего гостей выдумов, насколько я понимаю. И туда уже дальше-дальше это будет уже Гагра. Пригород ее. Вот. А почему, когда речь заходит про Алахадзе, пишут, что это Пицунга? Ну, потому что это все Пицунский мыс географический. Вот мы сейчас на нем находимся. Он несколько выступает, как бы, относительно берега. В море вклинивается. Как бы, можно назвать и Пицунский поостров, но все-таки правильно это. Это, корректнее, это Пицунский мыс. Вот мы на нем. Поэтому все это Пицунга тоже. Хотя сам по себе город-курорт Пицунга, это, конечно, туда, в ту сторону. Еще до него где-то километров, может быть, 10. Тоже этот пирс используется. Я показывал, приходил, причаливал корабль. Вот на днях погрузка, разгрузка тут была. Все это используется, вот эти краны. Все действующее. Ныряют с этого пирса. Смельчики. Я как-то не пробовал. Не знаю, может, замерну, пока я как-то не хочу. Нет у меня тяги, видимо, экстремовичные. Так вот походил, где-то нормально. Ну, вообще, молодые ребята, я видел тут прыгать. Ребятишки. Прямо засягает отвод. А где-то там, на той стороне Румынии или Болгарии. На той стороне Турция. А Россия там. Короче говоря, такое атмосферное прогулочное видео получается. В прошлый раз мы сюда со старшей приходили. Кто смотрел, ставьте палец вверх, как говорится. Поддержите канал. Чуть отапок. Ну, в общем, мне вот как человеку живущему в не морском городе, в городе Жевск, мне вот здесь достаточно занятно, так прикольно погулять. Пусть я это и не первый раз делаю, но вот какая-то вот есть какой-то дух этого места, если так выразиться можно. Очень оно, по-своему, притягательно. Какую-то вот, какую-то атмосферу свою имеет. Мне здесь интересно находиться. Хотя вроде что-то такого. Пирс и пирс. Но нет, вот. Это пирс морской, черноморский. Попадали с ней фотографии, где вот здесь, прямо здесь в советское время были на причале подводной лодки. Потому что вот эти вот, ну, к оборонному комплексу, я так понимаю, НИИ, научно-исследовательский институт, это два московские, ленинградские, два корпуса. Ну, и тут вот какие-то эксперименты с дельфинами проводились, и для подводных лодок вооружения какие-то разрабатывались. Ну, короче, вот такое все тут было. Поэтому вот здесь стояли на причале подводной лодки, а вот там люди купались, загорели. Ну, еще такое вот своеобразное сочетание, такой контраст. Ну, сейчас это все прошло. Все это сейчас за брошки. Хотя, по факту, объекты еще находятся под охраной, и как будто туда нельзя. Вот со стороны только показываю. Еще один бонус. Наличие такого пирса. Под ним в жаркий день можно располагаться, если своего зонтика нет. Ну, и отдыхающих я тут частенько тоже вижу. Второе преимущество, то, что к нему прикрепляется МИДИ, и можно поплавать, понырять, их как бы навовить, ножом их отковыривают, и потом вот тут железячек специально есть. Железка. Прямо на нее кладут. Разводят под ней костер. И вот, что от них остается. И вот. И вон. Короче говоря, целый пир тут периодически происходит. делаю атмосферные такие фотографии попутно. пройду сейчас до пляжа. Начинаю от Акудры и обратно. Прогулку свою буду завершать. Ну и видео тоже. Немножко тишины. Шум и волны. Гальки. Чтоило. Гальки. Я подсчет. Гальки. Гальки. Свет. Свет. nesoon. Прыга. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...